Информационная гигиена. Противодействие экстремистской деятельности и терроризму. Как не стать жертвой противоправных действий в сети интернет? Не вестись на провокации онлайн и не стать источником распространения ложной и противозаконной информации. Об этом и не только ученикам старших классов Самарской школы номер 37 рассказали правоохранители. Встреча началась с фильма о событиях в Беслане. В продолжение – видеоряд с выдержками из Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях. С информацией о мерах ответственности за действия, связанные с терроризмом, экстремизмом, разжиганием социальной, расовой, религиозной розни и других преступлений. Далее в формате беседы представители правоохранительных органов рассказали детям о правилах общения и обмена информацией в сети интернет. Мероприятия профилактической направленности с представителями правоохранительных органов, они необходимы для того, чтобы в живом общении наши учащиеся могли задать вопросы, особенно те, которые у них возникают посредством их общения в сети интернет, получения из электронных средств массовой информации, получения каких-то, скажем так, информационных штампов и не всегда достоверной информации. По словам директора школы Ирины Хасиной, в наши дни, когда высокие технологии проникают во все сферы жизни, детям необходимо рассказывать и постоянно напоминать о мерах безопасности и границах дозволенного в интернете. Терроризмом, экстремизмом в области IT-технологий, это тоже уже сейчас актуально, и дети это и понимают. И, ну, вот, судя по тому, как сегодня слушали, сегодня на встрече были 9-е, 10-е и 11-е классы, ребята слушали все-таки больше 100 человек, было очень тихо, дети слушали заинтересованно, а раз заинтересованно слушали, значит, есть необходимость вот в таких встречах. Обучающие и профилактические мероприятия проходят в школе номер 37 раз в четверть. Слушателями становятся дети с 1-го по 11-й класс. В качестве экспертов привлекаются представители власти и правоохранительных органов. Андрей Бессонов, Галина Топилина, Петр Поломеев. События. Продолжение следует...